Глубоко уважаемый премьер, я Шишка. Я хочу сделать видеообращение. Странно в опасности. Ты знаешь лучше меня, интеллигенция всегда недовольна. Ни насилия, ни шахи, ни изъясния, за кадром большого, который спрашивал, будут разгонять или не будут. И как-то мудро отвечал, пока интеллигенция трусливо пряталась за своими очками. И, видите ли, те свои на кухне, они хотят ливить на широкую ногу. И здесь бездна опасности. Во-первых, им нельзя запрещать, что скажет мировая общественность. Кроме того, их фантазии станут только уминием. Раз ничего нельзя делать, они напишут ужасных песен, или того, хуже, снимут свое кино. Нет, запрещать нельзя. Но ведь и позволить не годится. Представь себе, едем мы с дачи или в больницу, а все почты и посты заняты медики-интеллигентами. Голлапс! Страна развалится. Видите, как только тобой надо. А если в этот день снимет это пфу, что-то случится. Понимаю, не проведет дыракт, но не в Москве, как все привыкли, а в Питере, в Назапрю, а потом, чтобы замести следы. И все снова подумают на наши спецслужбы. И тут уж точно мировая общественность начнет бутеть в них наши трубы. И впала я в отчаяние. Три дня ела одну морковку и пыла мне сон. А надо всех наградить. Вот этот неизвестный музыкант, народный артист Башкериев. Что это? Где это? Ты там был? Я тоже. Так надо дать ему звание народного артиста России и всех ее регионов, почетного жителя Питера и шесть соток. Кто еще недоволен? Всех наградить. Ты же такой щедрый. А я могу возглавить наградительный комитет. Вот контракт. Субтитры сделал DimaTorzok